Великая Отечественная война Они стали ее очевидцами, ее частью, ее героями. Портреты этих юных участников войны запечатлел в своих рисунках художник, фронтовой корреспондент Николай Николаевич Жуков. Цикл его работ под названием «Дети Великой Отечественной войны» представил в православной школе Лествица Звенигородский музей. Конечно, ребятам интересно всегда сопоставить себя в своем возрасте с детьми, например, военных лет. И эти пронзительные картины, которые мы видим на выставке, они не могут оставить равнодушным ни одного ребенка. Сколько раз я замечала, как только картины появились в школе, когда дети не могут мимо пройти, они обязательно остановятся, начинают о чем-то думать, мыслить. И, конечно, вот в это время идет работа души ребенка. Эти рисунки действительно завораживают. В основном черно-белые, выполненные бегло обычными карандашами. В полевых условиях других и не могло быть. Он таким образом рассчитывался с хозяевами дома, где оставался на ночлег. То есть женщины, у которых он останавливался ночевать, они там с детьми оставались во время войны, их кормильцы ушли на фронт. Они наших военных солдат угощали, ну, что было в доме с щами, картошкой, ломтем хлеба. И в благодарность за то, что их угостили, за то, что их приютили в этом доме, Николай Николаевич, он как раз рассчитывался рисунками. И он рисовал детей хозяйки дома, что для матери может быть важнее и нужнее, ценнее, чем портрет ее ребенка. Организаторы выставки считают, что именно портреты детей, на которых внезапно обрушились все тяготы военного времени, лучше всего рассказывают о Великой Отечественной. Ученики православной школы изучили биографию и картины художника, поделились знаниями с одноклассниками, рассказали о своих любимых работах. Мне запомнилась плакат «Отстоим Москву», потому что она очень, так сказать, даже трогательная, потому что там говорится о Москве, на которую нападали фашисты и хотели разгромить ее. Мне понравилась картина «Папа», это скорее плакат, и их кидали к немцам, чтобы они поскорее ушли к себе на родину. Такие тематические выставки в этой школе проходят не впервые. Двери ее радушно открыты для всех, кто хочет познакомиться с работами художника Николая Жукова.